Доброе утро, дорогие друзья! Программа «Утренний эспрессо» рада приветствовать вас на телеканале «Беларусь-4». Брест с вами сегодня Виталий Иванов и Екатерина Нечапорук. Всем хорошего настроения, всем доброе утро, оставайтесь с нами. Традиционные интересные темы для обсуждения, только интересные гости, интересные розыгрыши и самая интересная информация. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Поговорим о том, как можно сохранить зрение у школьников. Узнаем, какова ситуация в регионе с вопросом безопасности на рабочем месте. Выясним, что важнее для женщины – ум или красота. Ну что ж, друзья, мы очень рады, что вы присоединились к программе «Утренний эспрессо». Надеемся, вы останетесь с нами на протяжении всего эфира, ведь действительно, все, что мы для вас подготовили, актуально и интересно. Ну, многие сегодня говорят о погоде, но с самого утра хочется рассказать о прогнозе погоды более подробно. Но вот все-таки обсуждали сегодня тему дня, мы с Катериной, кстати, решали, что это будет, и немножко хотели поговорить о грибах. Вот не хватает немножко дождя, наверное, для грибного сезона. Ну, с этим можно, наверное, поспорить. Уверены наши зрители включатся в это обсуждение. Вообще, на самом деле, сейчас погода всю эту неделю нас радует. Ну, во всяком случае, тех людей, которые любят тепло и очень рады, что лето, пусть еще и в сентябре, но все-таки хоть как-то продолжается, друзья. Кстати, такая погода будет уже до конца недели. Да, чуть теплее будет завтра, в пятницу, обещают, тоже облачные с прояснением погоды, и тоже достаточно теплая, комфортная погода, плюс 22 приблизительно. Ну, а прогноз на сегодня мы готовы услышать прямо сейчас с подробностями. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро, Брест! Брестская область. Доброе утро. Доброе утро, город Брест. Барановичи, доброе утро. Хорошего дня и настроения. Желаю доброго утра, деревня на вылочице. Брестская область, доброе утро. Доброе утро! Очень здорово, что наш город Брест посещает не только, скажем так, часто мы можем видеть наших горожан, это здорово, а также люди, которые живут в других районах, это очень хорошо, потому что город Брест очень доброжелательный город, дружелюбный и гостеприимный. Ну, собственно, всей Брестской области мы желаем доброго утра. Доброе утро, просыпайтесь вместе с нами, просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь позитивом. Только исключительно полезная, важная, интересная информация с утра пораньше в программе «Утренний эспрессо». Да, одна из таких, кстати, важных, полезных и интересных информаций всегда связана с детьми, ведь именно дети приносят огромную радость и порой очень сильно удивляют. Ну, нам очень сильно везет, естественно, прирост Брестской области сохраняется, и мы единственная область в Республике Беларусь, где есть очень положительная тенденция. Ну, и в том числе, в День города, это день не исключения. Действительно, в Бресте, в дни празднования тысячелетия города, на свет появилось 29 малышей. Произошло это в Брестском областном родильном доме, как раз-таки вот в эти даты, с 6 по 8 сентября. Да, пока город отмечал свое тысячелетие, да, Кать? Естественно, да. В дни праздника на свет появились 13 мальчиков и 16 девочек. Среди них есть одна двойня. Символично, что больше всего малышей родилось именно 6 сентября, когда в городе начались торжества по случаю тысячелетия. Если говорить немножко о цифрах, еще в семи семьях родились первенцы, в десяти трети и последующие дети. Вес самого крупного ребенка 4 килограмма 310 граммов. Ну и также совсем миниатюрную девочку приняли на свет Брестские акушеры. Всего килограмм 250 граммов. Очень мило. Будущая королева красоты, мисс Беларусь. Да, в Бресте количество родов составляет стабильное и высоким. Как мы уже говорили, у нас рождается более 5000 детей. Средний возраст первородящих женщин приблизился к 26 годам. Это, кстати, неплохая цифра по европейским меркам. На сегодняшний момент в областном центре проживает более 350 тысяч человек. И, как мы уже отметили, уровень рождаемости в городе один из самых высоких в республике. Согласитесь, это не может не радовать. Потому что действительно все, что касается детей, заставляет нас улыбаться. Я надеюсь, вас порадуют и новости из прессы, которые можно прочитать в печатных изданиях. Прямо сейчас в Утреннем из пресса обзор прессы. Оставайтесь с нами. У Барановичах объявлены конкурсы эскизных проектов памятного знака во ушиновании падзей Першой Сусветной войны на территории города. Плануется, что твор пероможца будет усталеванный перед будинком вокзала Чигуночной станции Барановичи-Полеския. Кто выступил организатором конкурса и каким потребованиям повинны отповядать будучи знак, доведайтесь сегодня с газеты «Наш край». «Земля Батькоу – земля святая». Под таким названием в Пинском районе проходил республиканский смотр-конкурс художественной самодеятельности среди государственных организаций Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Блестяще на нем выступил коллектив санатория Ясельда. Подробности в свежем номере районки. Ульяна Рябковец-Искобрина – волонтер известного проекта «Жди меня». Как проходят поиски потерявшихся судеб, кого удалось найти, девушка рассказывает в интервью в ближайшем номере газеты «Кобранский вестник». На Лунинеччине подведены итоги республиканской акции «Собери ребенка в школу». В ее рамках представители районных организаций посетили детский социально-педагогический центр, а также оказали помощь многодетным и неполным семьям, детям, находящимся в социально опасном положении. О посещении сотрудниками редакции «Лунинецкие новины» и активистами организации «Белорусский союз женщин» Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации читайте в свежем номере районки. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Сегодня 11 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1888 году на выставке в Торонто была представлена миру первая запись человеческого голоса. Был изобретен прибор, фонограф, который мог записывать и воспроизводить человеческий голос. В 1907-м в Бобруйске родился Сергей Сикорский, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения на территории Беларуси, герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну секретарь Брестского подпольного обкома, командир Брестского партизанского соединения. В 1918-м вышел декрет о введении международной метрической системы мер и весов на территории России, Беларуси и Украины. В конце 19 века в Париже 17 государств подписали Международную метрическую конвенцию в целях обеспечения международного единства измерений. 11 сентября 1935 года родился Герман Титов, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза. Совершил второй в истории человечества орбитальный полет в космос на космическом корабле «Восток-2». За 25 часов 11 минут корабль сделал свыше 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В этот день в 1945 году в Добрушей Гомельской области родился Владимир Рыженков – белорусский общественный деятель, педагог, заслуженный тренер Беларуси, заслуженный работник физической культуры и спорта. В разные годы работал инструктором, заведующим сектором физической культуры и спорта ЦК КПБ, председателем Госкомспорта Беларуси, возглавлял Национальный Олимпийский комитет Беларуси. Доброе утро, друзья! Возвращаемся в студию прямого эфира для того, чтобы обратиться к очень важной теме. К сожалению, в Брестской области отмечен рост травматизма на рабочем месте. О безопасности как раз-таки на рабочих местах пойдет речь прямо сейчас. В студии Владимир Павлович Косинчук, главный государственный инспектор Брестского областного управления Департамента Государственной инспекции труда. Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Давайте начнем с общей какой-то информации. Конечно, не хотелось бы с утра пораньше людей пугать, но это настолько важно, что нельзя об этом не говорить. Рост отмечается. Серьезный ли? Да, рост отмечается. Рост отмечается и идет превышение несчастных случаев по сравнению с 2018 годом. Все, что возможно мы делаем, это и мобильные группы, которые ездят по предприятиям, рассказывают, как необходимо вести документацию, как не нарушать законодательство об охране труда. Проводим, уже начались проверки, в которых мы тоже это все рассказываем. Но рост все равно пока не... Начиная с главного, с документальной базы, с законодательной базы, которая существует, какие-то серьезные изменения за последнее время в законодательных актах произошли, либо уже это состоявшийся документ, который не удивляет работодателя, потому что иногда просто человек по незнанию может допускать эти ошибки. Вот все-таки что у нас в законе по этому поводу? Значит, в последнее время таких существенных изменений в законодательстве не произошло. Ну вот прошло, например, 29 августа постановлением номер 575 изменения в правилах расследования несчастных случаев на производстве. Там некоторые моменты актуализированы. То есть кому интересно, могут почитать эти правила расследования в интернете и уже быть... Более ориентированы в этом плане. Но основной документ, который регулирует отношения работодателя и работника, связанного с охраной труда, это какой? Это Конституция Республики Беларусь, закон Республики Беларусь об охране труда и Трудовой кодекс Республики Беларусь. И отраслевые нормы и правила по охране труда, они с большего-то и не менялись. Скажите, пожалуйста, в каких сферах чаще всего происходят несчастные случаи на рабочем месте? Ну, больше всего происходит в строительстве, в сельском хозяйстве. Там, где больше всего производятся работы с повышенной опасностью. Две такие отрасли, которые все время на особом контроле, наверное, должны находиться постоянно. Конечно. Конечно. Это основное направление деятельности Департамента государственной инспекции труда. Мы выезжаем, проверяем, помогаем, чем возможно, чтобы не было нарушений, не допустить нарушений. Все-таки, что чаще всего является причиной? Это какие-то нарушения со стороны работодателя, когда людям не додали чего-то для того, чтобы они были в безопасности? Человеческий фактор. Или все-таки это халат на сильных работников? Ну, как ни банально это будет звучать, основные нарушения это со стороны должностных лиц и со стороны самих работников. По нарушению законодательства об охране труда, о труде, которые повлекли потом несчастный случай. Вот это основное. Мы напоминаем нашим телезрителям, что работаем в прямом эфире. Вы можете дозваниваться к нам, писать вопрос свой в Вайбер 821-5555. Напоминаю, что в студии у нас Владимир Павлович Косинчук, главный государственный инспектор Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда по Брестской области. Ну, вопрос действительно актуальный. Вот много мы обсуждали, когда готовились к эфиру и насмотрели отрасли, помимо строительной, помимо сельского хозяйства. В повседневной жизни мы сталкиваемся в различных учреждениях с тем, что тоже необходимо соблюдать закон этот. Потому что, казалось бы, учреждения не в строительном направлении. Вот как мы обсуждаем, детская комната, не знаю, может быть, школа, но школа тоже, да? То есть нету таких учреждений, где на это не стоит обращать внимания. Как, если человек сталкивается со всеми, ну, скажем так, не идет на стройку, он как может обезопасить себя, посещая другие места? Надо знакомиться с актами какими-то, с итогами проверок. Вот идет человек, например, в детскую комнату, мы обсуждали, он прежде чем приступить, да, отдыхать в этой комнате, должен понимать, что там соблюдены правила охраны труда, чтобы ребенок был в безопасности. Как самому человеку проконтролировать такие посещения, требовать какие-то документы? При приходе в любое новое заведение с вами должны провести инструктаж именно по безопасности выполнения тех или иных операций. То есть в детской комнате по безопасности выполнения, то есть там дети будут бегать, и с детьми провести инструктаж, и с вами провести инструктаж. Как сейчас это показывает, актуально и по пожарной безопасности, вдруг что случится. И по первой помощи, чтобы хотя бы вы знали, что можно или соседнему ребенку помочь чем-то. Ориентироваться. Да, и те, которые там работают, работники, они более знают, где травмоопасные те же самые горки, они вам это донесут. Но вы должны это принять к сведению и использовать. Ну, если уж затрагивать эту тему, все равно хочется отметить, что, наверное, ни для кого не секрет, что все вот эти журналы по технике безопасности, в том числе родители в детских комнатах, они весьма формально к ним относятся. Вот вам дали подписать бумаги, и я была свидетелем не раз, эта бумага подписывается просто на автомате, никто ничего не считает, ничего не смотрит. Как вы считаете, как можно поменять отношения людей, вот этот вот менталитет? Почему мы настолько халатно относимся к собственной безопасности? Ну, это наш менталитет, и мы учимся только на своих ошибках. Когда происходит несчастный случай, когда люди становятся свидетелями несчастного случая, они это надолго запоминают, и это у них отражается в их деятельности. А те, которые не видели, не знают, ну, они как бы... Видите, такая ситуация, что и желать, чтобы сталкивалось с несчастным случаем, мы не можем и не будем, это неправильно, конечно, но нам необходимо всем задуматься над тем, чтобы понимать, как вы правильно сказали, даже ориентироваться, как можно помочь какой-то ситуации. Хорошо, работник приходит на новое место работы. Что бы вы посоветовали этому работнику для того, чтобы он сохранил свое здоровье, что, какой его ряд мер? Не надеется на руководство, а все-таки самому проконтролировать. Это правильный совет будет, или если он уже появляется на этом месте работы, по умолчанию, ну, верит в то, что все в порядке? Ну, когда работник приходит, в первую очередь он должен ознакомиться со своим контрактом, своими обязанностями, и, когда он приходит на свое рабочее место, должен ознакомиться со всеми инструкциями, которые есть. Но инструкции бывают по-разному разработаны, все люди. Самое главное – это везде соблюдать элементарные правила безопасности, такие, как, например, перед использованием любого прибора, даже бытового, изучить его паспорт, прочитать и только после этого использовать его по назначению. Судя дела, даже дома у нас должна быть охрана труда. Кстати, во всех предприятиях организована такая служба. Конечно. Во всех предприятиях. Везде организована, где в производственной сфере более 100 человек, если работающих в непроизводственной – более 200 человек. Скажите, пожалуйста, с какими нарушениями вы сталкиваетесь, приходя на то или иное предприятие? Что чаще всего остается вне поля зрения? То есть на что меньше всего обращают внимание? Какие моменты попадают в этот список нарушений, рекомендаций, исправить и так далее? Ну, это основное, это нарушение технологического процесса по работе с каким-то оборудованием. Люди привыкли работать по старинке. Люди не работают по технологическим картам, где написана «безопасная работа» на данном оборудовании. Вот это основное, которое потом влечет за собой несчастный случай. Говоря об ответственности, какая ответственность наступает, в каких случаях наступает ответственность? И на сегодняшний день какие проблемы будут у предприятий, если такая ответственность наступит? Первое, что есть у нас – дисциплинарная ответственность. Это замечание, выговор, увольнение при нарушении тем или иным работникам от директора до уборщицы нарушений по охране труда. Дальше идет административная ответственность по административному кодексу от 5 до 40 приблизительно. И если произошел несчастный случай, и данный несчастный случай попадает под тяжелый или смертельный, то уже уголовная ответственность. Инструктаж. Очень часто слышим мы такое слово, проводится он на различных предприятиях. Что включает в себя инструктаж, зачем это происходит и является ли это такой мерой профилактики на сегодняшний день, как вы считаете? Инструктаж, значит, он проводится не реже, чем раз в 6 месяцев. И это основная мера профилактики, потому что в ходе инструктажа ознакомлюсь со всеми рабочими документами по охране труда, все работники. И инструкции по охране труда, это трансформированные правила, которые доносятся работнику. И он их должен выполнять, ну хотя бы знать, что нельзя то делать, можно то делать. Скажите, если говорить еще об ответственности, всегда ли наказывается руководитель или какой-то представитель руководства в случае несчастного случая на производстве? Нет, не всегда наказывается. Руководитель назначает должностных лиц, ответственных за те или иные работы с повышенной опасностью. И если усматриваются нарушения должностных лиц, тогда только наказываются должностные лица. Если нарушения не усматриваются, никто не наказывает никого. То есть работник должен понимать, что в первую очередь ответственность несет он, а не кто-то, кто стоит за его спиной. Если тебе не выдали что-то из оборудования, что должно быть обязательно, ты имеешь право отказаться работать и нужно это требовать. Правильно? Да, безусловно. Это прописано и в контракте, и в должностных обязанностях. Тогда будет соблюден и закон, и, собственно говоря, здоровье человека. Да. Владимир Павлович, работа ведется огромная вашим департаментом. Какие основные направления в ближайшее время, что будете делать, чтобы уменьшать травматизм? Может быть, какая-то принята программа, какие-то профилактические акции? Расскажите об этом. Что в планах? Потому что, ну, задача, я так понимаю, что у департамента снизить уровень травматизма общими усилиями. Что собираетесь делать? Значит, два раза в неделю у нас запланированы мобильные группы. Это все контрольно-надзорные органы проезжают на предприятие и проводят такой мониторинг. Без санкций, без штрафов. Помогаем, подсказываем, где есть нарушения, чтобы они устранили. Далее даем рекомендации, и они нам пишут, что выполнено. Имеет ли возможность руководитель предприятия, или вновь созданное какое-то предприятие, или создаваемое, обращаться к вам? Куда обращаться за консультацией? Помогаете ли вы в таких случаях? Значит, можно всем обращаться в департамент госинспекции труда, советская 46. Значит, каждый день рабочий до часу, с 8 до часу можно обращаться с паспортом. Мы всем поможем, расскажем. Если есть какие-то нарушения, подскажем. Бывают в вашей практике анонимные какие-то сообщения, по которым происходит выезд на предприятие, для того, чтобы проверить? Или это не практикуется? Бывают анонимные, когда, особенно, это групповые анонимные, по электронной почте бывают. И тогда выезжаем, то есть смотрим, нарушения есть или нету, но здесь, конечно, никого не привлекаем, так как это анонимное. Но главное все равно, мне кажется, устранить причину, понимаете? Опять же, наказать, конечно, можно всегда, но задача предотвратить вот этим совместными усилиями. Я уверен, что все будет хорошо. После сегодняшнего разговора у наших телезрителей, точно, если кто-то работает на предприятии, обязательно прочитает, перед этим расписаться. Потому что, на самом деле, ловим себя на мысли, что, ну да, за что расписываемся. Но уходить от формализма, конечно. Да, и знать эти правила безопасности, что приведет к сохранению здоровья каждого человека. Да, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Владимир Павлович Косенчук, ланг-государственный инспектор Брестского областного управления департамента государственной инспекции труда, был сегодня у нас в гостях. Мы обсуждали очень актуальную тему безопасности на рабочем месте. Далее же, друзья, будем говорить также об очень важном аспекте нашей жизни, как защитить свое зрение. Что сделать для того, чтобы наши глаза не уставали на рабочем, опять-таки, месте, и не только в следующем сюжете. Упражнения для глаз восстанавливают зрение, а гаджеты его портят? Правда ли, что читать в темноте вредно для глаз, а морковь и черника – это панацея при плохом зрении? О зрении и здоровье глаз существуют мифы, которые у многих даже не вызывают сомнения и в которые уже давно нужно перестать верить. Читать в темноте вредно, потому что объект, который мы рассматриваем, должен обязательно быть хорошо освещен. Однозначно читать хорошо сидя и при хорошем освещении. Для человека, который правша, лампа должна быть с левой стороны или сзади. Для левши – с правой стороны или немножко сзади. К гигиене зрения нужно привыкать с детства. В темноте зрачки расширяются, а площадь зрительного импульса увеличивается. Глаза быстрее устают. Однако вполне возможно, что человек, который читает в темноте либо при слабом освещении, будет обладать хорошим зрением всю жизнь. Все индивидуальны. А вот правда ли, что если человек с хорошим зрением примерит очки, то это как-то навредит его глазам? Если он просто их примерил, то это никак не отразится на его глазах. Абсолютно. Зрение как было, так и останется. Хоть у молодого, хоть у пожилого человека, хоть у взрослого. Это неправда. Телевизоры, телефоны, компьютеры, безусловно, вызывают напряжение глаз. Но в действительности так ли страшны гаджеты, как их малюют? Если слишком напрягать зрение, то, конечно, зрение потихонечку испортится. Очень важно для человека, который работает с гаджетами, обязательно сохранять осанку. Когда мы длительно напряженно читаем или смотрим в компьютере, телевизор мы забываем моргать почаще, увлажнять свои глаза. А слеза имеет тоже большое значение, также и в рефракции, в более лучшем видении. Обязательные правила при работе с гаджетами. Расстояние до экрана компьютера должно быть 50-60 сантиметров, а телефон следует рассматривать на расстоянии локтя. Черника и морковь – панацея от плохого зрения. Ведь каждому в детстве говорили, что если будешь есть морковку и чернику, то зрение будет как у орла. Ну, конечно, не панацея, но морковь и черника, особенно в сезон, очень полезны. Витамины, овощи, фрукты никто не отменял. Они как молодым и взрослым. Ну, конечно, если съесть их много-много-много, то зрение не поправится. Но, опять-таки, мы будем укреплять таким образом себя, свой организм и, соответственно, зрение. Много полезных витаминов находится в ярко окрашенных овощах и фруктах – в моркови, томатах, тыкве, перцах, курме, кукурузе. Упражнения для глаз, к сожалению, не смогут избавить вас от очков. Однако они помогут укрепить глаза. Упражнения нужно делать каждому человеку, особенно тем, кто работает с компьютером, водителям дальнего следования, пожилым людям. При работе с компьютером желательно правило 20 использовать. Я понимаю, что если очень много работы, но всегда можно найти перерыв. Минус 20 поработать и 20 секунд отдать. За эти 20 секунд нужно сделать упражнения. Упражнения – это движение глазами. Движение вверх, вниз, вверх, вниз, вправо, влево. Просто мысленными глазками нарисовать восьмерочки. Поморгать почаще, посильнее, побыстрее. Смочим глаза и тоже поможем своим глазкам. Помните об осанке – правильном питании, умеренной физической нагрузке. И старайтесь посещать офтальмологический кабинет не реже одного раза в год. Овны, не упустите момент. На личном фронте шансы на победу велики как никогда. Тельцы, будьте готовы к неожиданным встречам и открыты интересным планом на вечер. Близнецы, держите телефон поблизости. Отбой от предложений весело провести время сегодня не будет. Раки, чем настойчивее вы будете себя вести, тем ниже ваши шансы на успех. Плывите по течению. Львы, если дела, то только в первой половине дня. Вторую оставьте для отдыха и развлечений. Девы, сегодня вы быстры и решительны. Попробуйте наверстать упущенное. Весы, не засиживайтесь дома. Вас заждалась очередная порция приключений. Скорпионы, проявляйте инициативу. Сегодня все самое интересное случается благодаря вашей подаче. Стрельцы, не усложняйте. Звезды советуют сделать ставку на искренность и честность. Козероги, наберитесь смелости и откройте дверь переменам. Они уже на пороге. Рыбы, не раздумывайте долго. Сегодня любое ваше действие обречено на успех. Доброе утро, родной город Брест. Всем хорошего дня. Доброе утро, Брестовая область. Доброе утро, Брест. Доброе утро вам из солнечного города Бараныча. И желаю вам всем удачного дня. Желаю доброго утра, Гобарду Кобрин. Доброе утро. Всем радости побольше. Доброе утро, Брест. Новости для любителей кофе. В областном центре сегодня, 11 сентября, стартует кофейный фестиваль. Кофе и десерты за 5,50 цена фиксирована. 15 заведений Бреста примут участие в кофейном фестивале, который будет проходить с сегодняшнего дня, то есть с 11 числа по 29 сентября. А в рамках форума Брестские кофейни предложат своим посетителям специальные сеты из кофе и десерта по фиксированной цене. Ну, огромное количество разнообразных напитков, крепкий кофейно-молочный напиток с нотками граната и груши в сочетании с нежным чизкейком, с добавлением лесных ягод на хрустящей песочной основе, наверное, в самом главном меню. На самом деле, каждая кофейня хочет удивить чем-то своих посетителей. Вот, например, ирландский латте с карамелью и кунжутом или глазированный кофе. Кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молока и карамельного сиропа. Есть и такое в списке. И многое-многое другое. Ну, что хочется добавить? Любители классического кофе, конечно, скажут, все это не кофе. Но все-таки кофе. Запутал совсем на самом деле. Друзья, нужно удивлять себя, улыбаться этому миру. И я думаю, что новые интересные ароматы обязательно поспособствуют тому, чтобы ваша активность, ваше творческое начало обязательно генерировало идеи, делало что-то новенькое. Прямо сейчас мы генерируем идею и привлекаем вас делать что-нибудь новенькое. Например, десерт со специальным печеньем. Что это за печенье и какой получится десерт, прямо сейчас узнаем у нашего повара. Доброе утро! Сегодня я хочу вам показать, как можно приготовить оригинальный сметанный десерт с печеньем савоярди. Для приготовления десерта с печеньем савоярди в креманке нам понадобится кофе-американа, печенье савоярди, коньяк, сметана, чернослив, сахарная пудра, вагильный сахар, грецкий орех, буквально несколько листиков свежей мяты. Отличной основой для вкусного десерта может стать готовое печенье савоярди. Но для начала готовим крем. Сметана, сахарная пудра, ванильный сахар, грецкий орех, чернослив. Это необходимые продукты для крема. Выкладываем в миску сметану, желательно пожирнее. Добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Аккуратно смешиваем до полного растворения в сметане всех сладких ингредиентов. Чернослив лучше всего взять без косточек. Хорошенько промойте и нарежьте его. Вместе с грецкими орехами чернослив добавляем в крем. Этот легкий и быстрый в приготовлении десерт станет вашей палочкой-выручалочкой, в том случае, если к вам неожиданно пришли гости. Теперь приготовим пропитку для печенья. Это совсем просто. Добавляем кофе-американа, коньяк и смешиваем. После этого берем наши креманки или просто красивые стаканчики и начинаем выкладывать десерт следующими слоями. Слой печенья, слой крема и снова слой печенья, затем вновь крем. Отличительной особенностью этого печенья является то, что оно довольно редко выступает в качестве самостоятельного отдельного десертного блюда. Обмакивать и укладывать в креманку нужно быстро, в противном случае печенье может просто развалиться в руках. Вообще, это печенье просто замечательное. Ни одна сладость не получила столь пикантного и интригующего второго названия – «Дамские пальчики». Весь секрет в том, что печенье с авоярди – полое внутри. Оно прекрасно впитывает в себя крема и любые иные пропитки. По этой причине такой десерт точно будет нежным и пропитанным. А перед подачей на стол десерт можно украсить свежей мятой и отправить теперь всю эту красоту в холодильник. Вот такой вот десерт у нас получился. Для него вы можете использовать любое другое печенье. Но хочу вам посоветовать печенье с авоярди, потому что оно намного пышнее и вкуснее. С вами был су-шеф ресторана «Эрмитаж» Горбунов Алексей. Приятного аппетита! Субтитры предоставил DimaTorzok Интересно, ты готовишь такие завтраки? Я все время беру на заметку все эти вкуснейшие и, самое главное, красивейшие блюда, которые делают шеф-повар в эфире утреннего эспрессо. Вкусно же еще, наверное, то, что красиво. Говорят, что очень вкусно. Друзья, берите на заметку, удивляйте своих близких обязательно, потому что даже такие мелочи могут настолько поднять настроение, зарядить позитивом на весь день, что ваш близкий и любимый человек будет готов к свершению. Да, друзья, какие мелочи делают ваш завтрак осенним? И что у вас сегодня на завтрак? Это тема дня, которую мы хотели бы сегодня обсудить. Итак, осенние завтраки и то, что, собственно говоря, способствует вам это сделать, назвать его именно осенним. Пожалуйста, присылайте к нам фотографии. 821-55-55, все, что связано с темой осенние завтраки. Ну вот почему они, на ваш взгляд, их можно назвать осенними? Почему они отличаются от всех остальных? Может быть, они больше порция или что-нибудь интересно добавлено из ингредиентов? А может быть, цветовые какие-то сочетания, да, совершенно другие и не похожи ни на летние, ни на весенние варианты. Друзья, кстати, самый активный наш телезритель, который поделится с нами интересным рецептом, красивой фотографией, возможно, каким-то любопытным комментарием и удивит нас, получит подарок. Подарок от телерадиокомпании Брест, телеканала Беларусь 4 Брест. Вот на своих экранах вы сейчас видите вот такую небольшую коробочку, а это? Это подарок, это? Да, флешка, брендированная нашим логотипом. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему розыгрышу. Поверьте, мне останется, во-первых, на память, ну и достаточно полезная вещь в доме. Ну что ж, осенние завтраки мы вам задали задание. Присылайте, пожалуйста, твои фотографии. Еще раз напоминаем номер Вайбера, если кто не помнит. Нет, 821-55-55. Далее же в нашем эфире сюжет, который расскажет сразу же о нескольких выставках, которые вот буквально накануне тысячелетия открылись. Но так как тысячелетия и все эти три дня были настолько насыщенными, наверняка многие не успели еще их посетить. У вас есть такая возможность. Так что заряжайтесь позитивом вместе с нами, наблюдайте, берите на заметочку и обязательно найдите время в своем плотном графике. Подарок Бресту к тысячелетию и от художников города Белоруссии. В выставочном зале на Советское открылась выставка «Арт Брест 1000». Действие у берости. Диптих Леонида Власюка очень примечателен. Работа состоит из двух частей. На первой, называется на помеже, художник показал себя. Вторая – плин часу. Працующую в раскопе старожитного берестя знаходили и металличные частки, рештки зброи старожитной, и цвики металличные, ну и все остальное, шмат чего трапляло. И я в свой час был уражен теми раскопками, в той раскопе старожитной. И вы решили выгазать свои отношения до старожитного берестя, до сучастности. А отношения до сучастности – это молодая, пригожая девчина с песочным годинником. Участники выставки – художники из разных уголков нашей страны. Но большинство – это брестские творцы. В основном на полотнах они изобразили эпоху Великого княжества Литовского и Древний Брест, а также современные города Белоруссии. Отдельной страницей – город над Богом. Техника и жанры работ довольно широкие. Здесь ряд картин масла, мафорты, вытянанки, габелены, скульптурные изображения и прочее. К этой выставке мы шли последние четыре года. Это третья выставка из ежегодных трех выставок, которые, ну как там, мы целенаправленно к этому готовились. Другой вопрос, что первые две были такие регионального значения, эта выставка уже республиканского значения. Познакомиться с творчеством этих современных белорусских художников можно по 30 сентября. О том, что Брест – город творческий, свидетельствует и выставка «Краски тысячелетия», которая открылась в кинотеатре «Беларусь». Сто работ в разнообразной технике и почти во всех жанрах изобразительного искусства. Портреты, пейзажи, натюрморты. Крепость, фонарщик на Советско-театр драмы. Большинство картин посвящены современному городу над Богом. Мы, как и все брещане, и не брещане, мы люди мира, мы хотим рассказать, как мы любим свой город, а это рассказать мы можем только на полотне, в красках. В выставке приняли участие художники и из других городов Белоруссии, даже Болгарии и российской Твери. Последние привезли с собой и выступления. Все проявления, все проявления, на ногах, с какой-то зари. Кроме эстетического наслаждения, можно было получить и реальный подарок. На открытии выставки разыгрывались картины по бесплатным лотерейным билетам. Это уже стало нашим таким, можно сказать, брендом. Мы на каждом открытии наших выставок раздаем просто билетики номерные и разыгрываем несколько картин наших художников, которые жертвуют свои картины для такого вот случая. Представлены на выставке и произведения юных брещан. Их экспозиция разместилась на первом этаже кинотеатра «Беларусь». Познакомиться с красками тысячелетия можно по 16 сентября. Самая крупная популяция вертлявой камышовки в мире. Это мелкая перелетная певчая птица отряда воробьинообразных. Обитают только на открытых низинных болотах. Гнездится в Беларуси, Венгрии, Германии, Литве, Польше, России и Украине. Центром современного ареала является полясканизменность. Стабильные группировки отмечены на болотах «Звонец», «Скоровская», «Дикая сервич». Сегодня в мире насчитывается от 13 до 21 тысячи особей вертлявой камышовки. При этом в Беларуси обитает половина мировой популяции – от 6 до 12 тысяч птиц. Самая дорогая собака в мире – это тибетский мастиф по кличке «Хонгдонг», в переводе – «Большой всплеск». 11-месячного щенка Саупсона купил китайский мультимиллионер. Он отдал за «Хонгдонга» 10 миллионов юаней или полтора миллиона долларов. Рост золотого щенка – около метра, вес – больше 80 килограммов. Первый лауреат Нобелевской премии по физике в мире. Им стал немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген. Престижную премию ученому вручили, цитата, «Знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь». Церемония прошла в Стокгольме 10 декабря 1901 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доброе утро, друзья! Возвращаемся в студию прямого эфира. К нам успел присоединиться еще один гость. Говорим мы сегодня на самые важные актуальные темы. Транспортная инспекция Брестской области проводит комплекс контрольных мероприятий «Школьный автобус». Как он прошел, узнаем. Да, с подробностями об этом наш гость. В студии заместитель начальника транспортной инспекции Брестской области Юрий Константинович Костюк. Доброе утро! Доброе утро! Для начала хотелось бы сразу же разобраться с этим понятием. Что такое школьный автобус? Является ли он совершенно каким-то другим, нежели общественный транспорт в городе, к которому мы привыкли? Есть ли какие-то особенности устройства этого автобуса? Да, конечно. Автобус, который предназначен для перевозки детей к учебным заведениям, он укомплектован и оформлен в соответствии со специальным стандартом, который предназначен именно для регламентирования вот этой укомплектованности автобуса для перевозки детей к школьным учреждениям. Значит, этот автобус, он должен иметь сиденья, которые расположены в направлении только движения транспортного средства, он должен быть оборудован в обязательном порядке ремнями безопасности, должна быть выдвигающаяся подножка, мигалки должны быть специальные, специальные надписи, дети должны быть на всех бортах транспортного средства, вот. Ну и много других требований предъявляется к этим автобусам. Количество мест есть какая-то вот граница, то есть не более, там, минут 30 человек, нет? Нет, ограничения по количеству мест не существует. Еще он желтый. Да, цвет тоже. А это обязательно, да? Да, это обязательное требование, потому что цвет, он тоже влияет на узнаваемость автобуса и на тот факт, что этот автобус будет более заметен в дорожном движении. Транспортная инспекция, начало учебного года, особенно жаркая пора тоже, как и для образования, или это плановое мероприятие накануне, которое всегда проводится, вы к этому готовы? И, в принципе, тот объем работы не увеличивается резко, как увеличивается нагрузка на поликлиники, школы и другие учреждения, связанные с началом учебного процесса. Надо отметить, что каждая пара для транспортной инспекции, она имеет свою специфику и по-своему ее можно назвать горячим каким-то периодом, отнести к этому периоду. Но подготовка, конечно, к учебному году, она имеет свою специфику для транспортной инспекции, но не дает каких-то таких обстоятельств, при которых мы работаем, как вы сказали, уже в авральном режиме. При этом ежегодно, конечно, к нам поступают поручения от руководства инспекции республики, также областной исполнительный комитет дает нам такие поручения. Мы ежегодно проводим эти мероприятия и сообщаем и в транспортную инспекцию республики, и в областной исполнительный комитет о результатах проведенных мероприятий. Насколько велик автобусный парк вот этих самых школьных автобусов, как много их в Брестской области? Их около трех сотен этих автобусов. Ну, конечно, каждый год эта цифра немножко меняется, потому что, конечно, какие-то автобусы приходят неугодно, все они списываются. Где-то, конечно, какие-то автобусы докупаются, пополняется их парк. В этом году было проверено 271 транспортное средство при подготовке к учебному году. И как результат? Ну, следует отметить, что ежегодно ситуация, конечно, улучшается. Сказать, конечно, что нарушений нет вообще, такого мы сказать не можем. Вот. Нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения, их, конечно, единицы. Стоит отметить, что после выявления этих нарушений, конечно, отделы образования принимают все меры для того, чтобы устранить нарушения, о чем письменно уведомляют нас. Значит, школьный парк школьных автобусов принадлежит учреждению образования, в котором находится автобус. Абсолютно верно. Первое должностное лицо, это директор, ну и, соответственно, тот по хозчасти, кто отвечает. То есть водитель, по сути дела, не транспортник, он работник школы, но водитель по специальности. Но он водитель в первую очередь, да, конечно? Прежде всего. А как вы их контролируете, вот водители? Имеете ли возможность это делать? Конечно, на законодательном уровне предусмотрена возможность для сотрудника транспортной инспекции для остановки этого автобуса и для проведения контрольных мероприятий. Мы, конечно, стараемся не осуществлять контрольные мероприятия в момент подвоза детей в школе, потому что понятно, что ребенок может опоздать в школу, можем нарушить какой-то учебный процесс. Поэтому мы стараемся осуществлять контроль в тех местах и в то время, где автобус не задействован в процессе перевозки. Это вот, как мы уже обсуждали, это время подготовки к учебному году. Ну и, конечно, те автобусы, которые попадают в поле зрения в момент контрольных мероприятий при подготовке к учебному году, контролируются нами на протяжении года, если мы увидим, что там могут возникнуть какие-то вопросы. Вспоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире на студии заместитель начальника транспортной инспекции Брестской области Юрий Константинович Костюк, обсуждаемый тему школьного автобуса и с подробностями мероприятий в рамках комплексных мероприятий «Школьный автобус». Что входит в этот комплекс? Вот теперь непосредственно про комплекс «Школьный автобус». Много мы уже перечислили, но все-таки это ряд, наверное, состоявшихся мероприятий, которые вы проводите. Что это? Ну, перечислить, конечно, все мероприятия у нас не хватит времени, что мы проверяем, да, поэтому мы основные моменты, на которые обращаем внимание, я, конечно, озвучу. Основными моментами, конечно, являются в первую очередь это прохождение государственного технического осмотра. Значит, фактическое соответствие технического состояния транспортного средства тем требованиям, которые предъявляются, потому что технический осмотр может быть пройден за месяц, ну, или за определенное количество месяцев до проведения контрольного мероприятия, и техническое состояние уже на момент осмотра может поменяться. В том числе комплектность транспортного средства может поменяться. Обращаю внимание, конечно, на средства приведения аварийных выходов в действие, потому что бывает так, что аварийный выход есть, но воспользоваться им нет никакой возможности, особенно для ребенка. Обращаю внимание на комплектованность аптечек, препаратами, пригодными для использования. Значит, техническое состояние в комплексе транспортного средства смотрим. Также мы изучаем подготовку самого водителя, насколько водитель может осуществлять данную перевозку. Обращаю внимание на его стаж, обращаю внимание, насколько данный водитель соблюдает правила дорожного движения в процессе своей жизнедеятельности. Много у него нарушений или немного. Имеет он медицинскую справку, данный водитель. Весь комплекс мероприятий мы смотрим. Как раз таки, что касается водителя, есть какие-то жесткие ограничения? Водитель со штажем менее, допустим, пяти лет не имеет права перевозить детей? Жестче, чем стандартно. Или нет? Надо отметить, что при перевозке пассажиров для водителей транспортных средств, для них законодательством предусмотрены более жесткие требования к ним. То есть медицинскую справку, медицинское переосвидетельство, они проходят чаще, чем обычные водители. Значит, если возраст у них определенный достигает, ну, достигают определенного возраста, к примеру, 60-летнего возраста, то они еще чаще начинают, раньше, чем все другие водители. То есть к водителям, конечно, требования более жесткие, чем при перевозке, допустим, тех же грузов. Когда мы говорим о понятии школьный автобус, у нас сразу же рисуются в голове, естественно, вот эти автобусы желтого цвета, которые в регионе, где-то в деревнях, в населенных пунктах подвозят детей к удаленным школам, да? Да. Но ведь дети и в больших городах в том числе пользуются такими видами транспорта, где тоже есть эти табличка «Внимание, дети!», когда, допустим, они едут на экскурсию или еще куда-то. Вот эти автобусы попадают вот в эту категорию школьных или проходят ли они какую-то проверку и так далее? Да. Простой автобус, где есть табличка «Внимание, дети!», становится ли школьным автобусом? Нет, нет, нет. Эти автобусы, это два разных, на мой взгляд, вида автобусов. Почему? Потому что автобусы, которые перевозят детей на какие-либо экскурсии, это те автобусы, которые зафрактованы, грубо говоря, для конкретной перевозки. Эти автобусы могут быть какой-то повышенной комфортности, то есть иметь специальные сидения, которые предназначены для длительной поездки, да. Вот, значит, иметь кондиционер дополнительно. Ну, все, что необходимо обычному туристу, скажем так. То есть этот ребенок является... Пришел вопрос в Айбере. Прямо сейчас интересуется, если родитель сомневается в качестве автобуса, куда стоит обращаться, к вам или к руководству школы, чтобы сигнализировать об этом? Ну, и в связи с этим, в продолжении вопроса, который логично вытекает, если сомневается действительно родитель, что что-то с этим автобусом хорошо, стоит обращаться в инспекцию? На мой взгляд, здесь нужно определиться самому вот этому родителю, значит, куда ему обращаться. Я думаю, что куда бы он ни обратился, меры будут приняты, потому что вопрос очень важен, он находится на контроле. Если, конечно, он обратится к руководству школы и, на его взгляд, меры не будут приняты, либо, да, вопрос не будет изучен, он, конечно, имеет право и возможность обратиться в транспортную инспекцию, мы, конечно, отреагируем на это обращение. Это же объективно надо оценить, потому что одно дело где-то, может быть, обратили внимание, что-то скрипело и показало, что автобус неисправен. В любом случае, я так понимаю, что случаев выхода на рейс неисправной техники, это... Не сталкивались вы с таким историей? В школьных автобусах. В последнее время нет. Ничего. То есть, да. Это не может не радовать. Если быть честным, раньше... А если говорить все-таки о каких-то нарушениях и предписаниях, вот что чаще всего встречается из числа нарушений, если вот вы проводите проверку, какие всплывают чаще всего? Я считаю, что, отвечая на этот вопрос, надо, опять же, разделить мой ответ. Дело в том, что если мы говорим о подготовке к учебному году и о тех автобусах, которые собрали для того, чтобы мы проверили подготовку, то, конечно, мы можем выявить разные нарушения. В этом году мы, к примеру, выявили, что у одного автобуса, к примеру, отсутствовал государственный технический осмотр, но он находился на стадии подготовки и готовился к прохождению государственного технического осмотра. И мы этот вопрос взяли на контроль. То есть, он не будет допущен к перевозкам детей без прохождения государственного технического осмотра. Выявлено было также ряд водителей, которые не прошли обязательные медицинские пересвидетельства. Но все отделы образования оперативно реагируют на эти вопросы, эти водители готовятся к прохождению пересвидетельствования. У них подходили к концу сроки пересвидетельствования. То есть, надо понимать, что выявленные нарушения, они чем-то обусловлены. Это не просто какая-то недобросовестная подготовка была к учебному году. Это просто жизненные вопросы, которые мы контролируем и которые... Которые решаются, вместе оперативно с вами решаются, собственно говоря, для безопасности детей. Это здорово. На что стоит обращать внимание родителям, все-таки отправляя своего ребенка на школьном автобусе? Вот я, как мама, что должна контролировать? Время прибытия, поведение водителя, еще что-то. Вот чтобы вы просто посоветовали таких житейских вопросов. Вот это на самом деле из жизни, потому что она отдает, да, вот смотрит. Где-то там все равно, что посмотрит, все ли там колеса. Ну да, все, вроде все там, что-то там, цвет там, все правильно водить, ну вроде да. Ну, какой-то совет дать родителям. Я думаю, что сегодня многие из нас пользуются личным транспортом, многие являются в определенной степени профессионалами в области перевозок. Поэтому, если у кого какие-то вопросы возникают, если они считают, что что-то не так с транспортным средством, исходя из своей личной практики, они могут обратиться. Мы, конечно же, этот вопрос обсудим, могут проконсультироваться. И если они считают, что что-то нарушается, если нарушаются в том числе какие-то требования безопасности, мы, конечно же, отреагируем. То есть давать советов, я считаю, здесь. Сегодня все мы понимаем, что такое транспортное средство и требования. Юрий Константинович, еще вопрос из Вайбера. Пользуясь случаем момент... Кроме школьных автобусов, вы же занимаетесь инспекцией других транспортных средств. Да, конечно. Если, каким образом построена эта работа, и все транспортные средства нашего города, нашей области, они проходят все эти проверки. Вы делаете это планово, или как сейчас построена такая работа? Вот наши стандартные автобусы, которые ездят по городу, они ездят, ну, какие-то новые, какие-то автобусы постарше. Все делается для того, чтобы сохранить качество этих автобусов. Но вот как построена работа в контроле общественного транспорта? Дело в том, что... Если можно емко на этот вопрос ответить, в нашей эфирной... Да, нельзя в двух словах охарактеризовать построение работы, потому что работа, это во многом зависит от вида перевозок. Потому что разные перевозки, они накладывают свой отпечаток впоследствии и на применяемые контрольные мероприятия, которыми мы пользуемся в процессе нашей контрольной деятельности. К примеру, если городской транспорт, мы знаем, что это регулярный маршрут, и мы знаем расписание движения, знаем, что этот автобус после перевозки... После того, как перевозку окончил, ну, место, где он будет находиться, мы знаем, что там будет водитель. Конечно, мы подъедем и будем контролировать этот автобус, когда пассажира не будет в этом автобусе. Но есть виды перевозок, которые мы не можем проконтролировать без пассажира в том числе. Потому что, соответственно, возникнет вопрос, а осуществляет ли вообще перевозки данный субъект хозяйственный. То есть это не будет какой-то автобусный парк, это может быть какой-то более мелкий субъект хозяйственный, к примеру, индивидуальный предприниматель. И имея информацию о том, что происходит нарушение других пассажиров предыдущих, конечно же, мы обязаны будем отреагировать на нарушение законодательства данного перевозчика. Спасибо большое. Ну, меня радует главный вывод, который мы сегодня услышали, что ситуация улучшается и с качеством, и с техническим состоянием. Тех средств, которые используются транспортных, что, конечно, не может не радовать. Спасибо вам за вашу радость. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Мы напоминаем то, что говорили сегодня о проведении комплексных мероприятий «Школьный автобус». И действительно, итоги радуют. Продолжаем наш эфир. Сейчас советами адвоката оставайтесь на четверке. Доброе утро. С вами адвокат Виктор Бобрин. Здравствуйте. Мы с женой прожили в браке 25 лет. Имеем четырех детей, младшие из которых несовершеннолетние. По иску жены брак между нами был расторгнут. Она ушла, а дети остались проживать со мной в нашем доме. Скажите, если она претендует на раздел дома, построенного в период брака, как будет делиться дом? Положено ли что-то при разделе детям? К сожалению, раздел имущества супругов, в том числе расторгнувших брак, а раздел недвижимого имущества – это довольно распространенная категория споров сегодня. И несмотря на то, что многие полагают, что имущество делится с учетом некой доли детей, на самом деле это не так. Согласно законодательству, имущество, нажитое в период брака, делится только между супругами, причем в равных долях – по одной второй доле каждому. Возможно, широко бытующее заблуждение насчет некой доли детей в недвижимом имуществе родителей при его разделе связано со смешением понятий. В действительности дети могут претендовать на долю в родительской недвижимости только при наследовании после смерти родителей, в случае, когда нет завещания. Что же касается раздела имущества супругов, то с учетом интересов несовершеннолетних детей суд может лишь несколько отступить от равенства долей супругов, присудив, например, супругу, с которым проживают несовершеннолетние дети, две комнаты, а второму супругу одну – в трехкомнатной квартире или доме, которую невозможно идеально поделить пополам. Но даже при таком варианте раздела супруга, который получил больше площади, чем ему положено, взыщется в пользу другого супруга денежная компенсация. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с пометкой «Вопрос адвокату». Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabrest.by в разделе программы «Утренняя эспрессо». Всем хорошего дня! Доброе утро, Брест. Самый лучший город на планете. Согласна. Доброе утро, Брест. Брестская область. С добрым утром. Доброе утро. Доброе утро, Брещане. Доброе утро, Малорита. Всей Брестской области желаю доброго утра, хорошего настроения, чтобы все желания сбывались. Ну вот, все желания сбываются, когда смотришь на ваши фотографии, дорогие друзья, которые вы прислали к нам на Вайбер. Действительно, осеннее настроение, ну и вкусно и полезно. 821 55 55, номер студийного Вайбера. Напоминаем, что тема дня сегодня – осенний завтрак. Каким он обязательно должен быть, чем отличается? Комментируйте, пожалуйста, вот эту тему. Ну и подарок ждет самого активного телезрителя, человека, который пришлет самый оригинальный вариант. Попробует нас удивить. И всю, собственно, Брестскую область. Брендированная флешка от телеканала «Беларусь-4 Брест». Сокурцов, помидоров и перца мы прямо сейчас начинаем. Такая подпись. Доброе утро, осеннее прощание. Прощание с начала осени, с последними витаминами. Фон, фото показывает осенние заготовки. Следующий телезритель прислал целый ряд фотографий. Ну, начали, мне кажется, с главного. Начали с прекрасного, прекрасных вареников, которые с творогом. Наш вкуснейший, нежный, домашний чизкейк. Сейчас у нас на экране вся семья его любит. Не только на завтрак, но и на обед, и на ужин. Спасибо, Алла, за такой прекрасный чизкейк. Доброе утро, любимая передача. Пишут наши зрители, отправляем вам свои фотографии. Спасибо вам большое за то, что вы настолько активны, друзья. Ты знаешь, мне даже кажется, что нет смысла комментировать каждую фотографию отдельно. Достаточно просто вот это все показать, потому что, уверенно, тот человек, который хотел сегодня отказаться от завтрака по той или иной причине, сделать этого теперь не сможет. Потому что аппетит разыграется 100%. Яркие краски, вот сочетание зеленого, желтого и красного, конечно, тоже не могут не удивлять. Меня чуть пугают объемы. Вот булочки, посмотри. А может быть, там огромная семья. Семья тогда, да. Целая кастрюля булочка. Конечно. Или сразу же на всю неделю. Друзья, помним про то, что самое главное, это в меру. Ну и вот еще одна фотография утра. Спасибо большое за это слово. Утро выложено кукурузными хлопьями, я так понимаю, и чашечка кофе на горизонте. Спасибо. Что ж, друзья, спасибо за вашу активность. Присоединяйтесь к нашему сегодняшнему розыгрышу, обсуждаем тему дня. Будем вам признательны, если вы будете писать комментарии и рассказывать какие-то свои секреты хорошего настроения с утра пораньше, помимо вот этого красивого, замечательного осеннего завтрака. Бродированную флешку от телеканала «Беларусь-4 Брест» получит тот человек, который будет наиболее активен и постарается нас чем-нибудь удивить. Вот по поводу красоты и в данном случае ума. Очень надо много ума для того, чтобы все это приготовить, потому что это очень надо много готовиться. Но и как сделать это красивым. Вот вечное сочетание, что все-таки важнее ума и красота, ну, конечно, не в блюде, а в человеке, мы узнали у жителей. Посмотрим, что они ответили на этот вопрос. Что важнее для женщины, красота или ум? Для женщины может быть и красота. Красота, скорее всего. Да не, я на самом деле, ну и ум, и красота. Да, вот у меня жена и умная, и красивая. Наверное, ум, потому что по жизни ты не с красотой идешь, а с умом. Ну, надо, чтобы была бы красивая. И ум тоже надо. Ну, если не очень умно и интересно разговаривать. Думаю, что лучше, наверное, совместное слияние и красоты ума. Одно без другого ничего. Абсолютно. Мне кажется, ум, нет, красота без ума тоже, она это по совместному. Ну, и то, и другое, наверное, все-таки. Больше, конечно, ум. Все должно быть сбалансировано. Красота не обязательно. Мне кажется, главное ум. Золотая середина. И в том, и в том. Наверное, все-таки все равно ум. Ну, глупая бы страна доест. Вот все-таки ум или красота, Катя? Ты знаешь, меня разочаровали ответы, когда мужчина с уверенностью говорил, красота, ну, в смысле, почему именно только красота? Мне кажется, это должен быть комплекс. А мне кажется, этот мужчина говорил, думая про свою женщину любимую, поэтому и красота. А женщина была рядом и была очень довольна. Это очень сборный вопрос, друзья. Если у вас есть ответ на этот вопрос, милости просим, 821-55-55, телефон студийного Вайбера. Продолжение темы. Ума и красоты. Дорогие друзья, мы подготовили фотографии для вас животных. Ученые до сих пор спорят красивые, что у них больше ума и красоты, но сочетается одно и другое. И вот в этих животных, по мне, немногих ученых, сочетается и то, и другое в каком-то сбалансированном варианте. На самом деле, не просто так котов мы подготовили, а все потому, что хотели с вами поделиться информацией, которая заставит вас улыбаться, друзья. В Австралии для кошек ведут комендантский час и запретят собираться в квартирах больше двух. Вот так вот. Как только это контролировать будут. Да, Совет Австралийского города запретил жителям с 2020 года заводить больше двух кошек и выпускать их на улицу в ночные часы. А все потому, что эти животные ведут себя неподобающим образом, считают австралийцы. В последнее время местные жители неоднократно жаловались на кошек, которые по ночам гуляли по городу и мешали людям спать. Ну, то есть мяукались и дрались. Комендантский час, по мнению властей, станет панацеей для решения данного вопроса. Если в это время кошки попадутся на улицу, и хозяева выплатят штраф. А вот это интересно. Все-таки хозяина привыкнут к ответственности. Очень здорово. Самое интересное, что настолько серьезно подошли к этому вопросу, что даже провели специальный опрос местных жителей, который показал, что люди с комендантским часом для кошек согласны. Но согласитесь, что невозможно не улыбаться, когда читаешь такую информацию. Да, очень, скажем так, экологично, наверное, будет. Я думаю, что это забота братьев наших меньших, собственно, о природе в целом. И это очень здорово. Почему мы говорим сейчас о природе? Потому что герой нашего следующего сюжета в основу своего творчества положил, собственно, вот эту вот тему защиты природы. Защиты природы. И сделают это на практике, используя специальные технологии для того, чтобы использовать уже переработанные изделия из баннерной ткани. Специальная такая ткань, которая непромокаемая, для того, чтобы шить оригинальные вещи. Что это такое? Узнаем прямо сейчас. Брещанин Никита Ведерников создает лимитированную коллекцию сумок из рекламных виниловых баннеров. На каждую модель вручную наносится принт, что делает ее уникальной. Интересно, свежо, а главное, экологично. Идея, в принципе, мне спонтанно она пришла, потому что вообще был в поиске именно поясной сумки для себя, решила сделать ее для себя. Потом подруга предложила попробовать это делать для других, потому что ей это очень понравилось, и мы вот начали этим заниматься. Все началось с идеи «А почему бы и нет?», ведь виниловый баннер довольно-таки прочный материал. Сейчас в коллекции Никиты две модели – поясная сумка и шоппер. Одна из сложнейших задач в этом деле – найти исходный материал. Сначала это все очищается, подготавливается поверхность, бывают складки, которые в связи с транспортировкой остаются, потом это все разглаживается, приводится до такого состояния, потом покрывается караской, спреем для граффити. Сумка-шоппер стала открытием для Никиты около двух лет назад. Сегодня парень не представляет шоппинг без нее. С такой сумкой он может уехать на три дня, вместив все необходимое. Оценив все ее плюсы и минусы, парень решил создать собственную модель. Любимый этап Никиты в этом деле – обработка поверхности баннера, ведь здесь на первое место выходит творчество. Сейчас наносится в момент принта акриловым маркером, потом нанесутся еще надписи, это все покроется еще одним слоем лака. Сейчас для парня приоритет обучение любимому делу, ведь дальше будет только сложнее. Никита планирует шить рюкзаки, большие спортивные сумки и портмоне. Это достаточно плотное синтетическое волокно идет в основе, которое имеет плотное плетение плюс виниловое покрытие, достаточно капризное порешитье. Жизнь по мечте – шить сумки, которые не наносят вреда экологии и дарить свой стиль. С таким девизом Никита планирует продолжать начатое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки немножечко не хватает дождя. Почему? Да, потому что надо, чтобы грибы пошли. Самый грибной сезон осень. А мне кажется, что ко всему нужно относиться философски. Вот меня лично радует эта погода, тем более, что синоптики обещают, что такая теплая, замечательная погода, плюс 22, останется до конца недели. А сейчас, друзья, ни много ни мало, середина сентября. И вся республика нам завидует, потому что в Брестской области, как всегда, теплее всего. Еще вся республика точно бы завидовала, если видела бы фотографии, которые вы продолжаете присылать к нам на Вайбер, 821-5555. Еще фотки, с которыми прямо сейчас делимся. Спасибо, друзья, что вы с нами. Вот такие вкусняшки. Предлагаю просто наблюдать. Обязательно не пропускайте завтрак, друзья. Напоминаем то, что на номер Вайбере 821-5555 вы присылаете нам сегодня вариант своего осеннего завтрака. Лучшее фото, самый активный участник получит специальный подарок от телерадиокомпании «Брест», от телеканала «Беларусь-4 Брест». Да, Алла продолжает радовать вкуснейшими чизкейками. Вот, пожалуйста, наверное, уже отрезанный кусочек. Хотя точно тут что-то другое. Хотя, между прочим, не совсем вот он, мне кажется, осенний. Ассоциация с осенним завтраком – это все-таки какие-то особые краски, много овощей. Но, друзья, пожалуйста, присылайте свой вариант, комментируйте и заряжайте нас позитивом. Потому что это очень красиво. Да, а еще тыква, брюква и дыня должна быть в осеннем завтраке. Особенно брюква. Очень полезно. Даже интересно, кто-нибудь из наших зрителей может себе такое себе подумать? А еще есть время, еще целых 30 минут, пока мы подведем итоги. Поэтому присылайте, пожалуйста, еще фотографии. Мы их ждем. 821-5555. Мы же продолжаем делиться с вами полезной информацией. В Госавтоинспекции Брестской области подвели итоги специального комплекса мероприятий «Внимание, дети». Традиционно он, конечно же, проводится в преддверии учебного года. Первую половину сентября со 2-го до 5-го числа. Утром, вечером, в любое время водители обязаны были ездить с ближним светом фар. Да, будет осуществляться надзор за безопасностью дорожного движения. На наиболее напряженных участках уличной дорожной сети уже была проведена эта работа со 2-го по 5-го сентября, как сказала Катя, но за неиспользование в светлое время суток ближнего светофара с административной ответственностью привлечены, внимание, 1100 водителей, выявлено 324 нарушения правил перевозки детей, пассажиров и 167 фактов непропуска пешеходов на пешеходных переходах. Вот 1100 водителей, вот цифра как-то расстраивает, потому что уже настолько привыкли. Это такая европейская модель поведения за рулем с включенной фарой. На самом деле я бы применяла и применяю на своей практике именно вот эту модель поведения, даже если никакие специальные комплексы мероприятий не проводятся, потому что доказанный факт, что автомобиль даже в светлое время суток, если фары у него включены, он лучше виден на дороге, какого бы цвета он ни был. А безопасность на дороге – это наше все, потому что, если этот вопрос касается тем более детей, друзья, не бывает мелочей, 100%. Если вы используете на дороге специальное транспортное средство, например, велосипед или электросамокат, и думаете, что правила дорожки даже не для вас, вы ошибаетесь, а особенно это касается электросамокатов. Тема очень актуальная в последнее время, ведь все больше и больше людей пользуются данным транспортным средством. Быстро, компактно, стильно и, самое главное, удобно. Именно так отзывается о новомодном виде транспорта Андрей. Сейчас парень уже и дня не может представить без езды на электросамокате. Как считает молодой человек, езда на самокате гораздо полезнее и приятнее, чем на автомобилях. На электросамокате можно от дома до работы доехать, точно так же и доехать обратно домой. Плюсы – это динамичность, проходимость, экологичность. Заменит даже вид транспорта, который ездит сейчас у нас по дорогам. Не надо ни заправка бензина, ничего, ни дизеля. Достаточно включить в розетку, электричества у нас вроде хватает везде. Проходимость хорошая. Никаких физических нагрузок не надо. То есть достаточно встать на него и поехать. Но насколько бы не был этот вид транспорта современным и объективно удобным для пользователей электросамокатов, как говорят сотрудники ГАИ, на сегодня складывается не самая благоприятная ситуация. Пешеходы не всегда довольны, когда на самокатах ездят по тротуару. А водители уж тем более, когда ребята выезжают на проезжую часть. Так как же быть любителем модного транспорта? Можно ли кататься себе в удовольствие, избегая при этом острых углов как на трассе, так и на тротуаре? Возникает конфликт. Пользователь электросамокатом, велосипедист, водитель и пешеход, которые в настоящее время необходимо решать. И в первую очередь для того, чтобы решить этот конфликт, надо проявлять взаимопонимание и взаимоуважение между всеми участниками дорожного движения. В настоящее время рассматривается проект изменений в правилах дорожного движения для электросамокатов. В случае вступления его в законную силу, то их пользователи будут приравниваться к пешеходам, если скорость электросамоката доходит до 25 км в час. Если же скорость свыше 25 км в час, то данные транспортные средства будут приравниваться к скутеру или мопеду. Согласно правилу дорожного движения, пользователи электросамокатов должны осуществлять движение по велосипедной дорожке. При отсутствии велосипедной дорожки по тротуару, либо пешеходной дорожке, не создавая препятствия для движения пешеходов. И только уже при отсутствии данных элементов дороги, либо при невозможности движения по ним, можно осуществлять движение по краю проезжей части, недалее одного метра от его правого края. Если еще несколько лет назад увидеть электросамокат было довольно необычным и даже немного странным явлением, то сегодня такой вид транспорта становится все более популярным. Его комфорт, простота, доступность и экологичность действительно полюбилась многими. Но все же, временный ли это тренд, или электросамокаты прочно обознуются в нашей повседневности и смогут заменить многие привычные виды передвижения, это большой вопрос. Самокаты всегда останутся в сфере развлечения. 5-10 минут покататься и... Может, кто-то и будет пользоваться ими постоянно, но... Мне кажется, что это вот на прокат 5-10 минут. Для электросамокатов тоже надо какой-то отрезок времени, чтобы люди смогли полностью оценить этот хороший вид транспорта и пересесть на него. Велосипеды мне больше мешают в городе на центральных улицах, чем самокаты. Прогресс не остановить, к сожалению. Ну, то есть это надо как-то упорядочить. Сделать специальные дорожки, ввести правила, шлемы, ограничение скорости. У него нет будущего. Я думаю, время. Через 5 лет про них забудут, это временное явление. От велосипеда просто есть. Ну, по крайней мере, нас они не интересуют. Мнения разделились, но тем не менее ясно пока одно. Электросамокаты действительно стали частью городской жизни. А вот смогут ли они стать транспортом будущего, увидим со временем. Сегодня 11 сентября. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1888 году на выставке в Торонто была представлена миру первая запись человеческого голоса. Был изобретен прибор, фонограф, который мог записывать и воспроизводить человеческий голос. В 1907-м в Бобруйске родился Сергей Сикорский. Один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения на территории Беларуси. Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну секретарь Брестского подпольного кома. Командир Брестского партизанского соединения. В 1918-м вышел декрет о введении международной метрической системы мер и весов на территории России, Беларуси и Украины. В конце 19-го века в Париже 17 государств подписали Международную метрическую конвенцию в целях обеспечения международного единства измерений. 11 сентября 1935 года родился Герман Титов, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза. Совершил второй в истории человечества орбитальный полет в космос на космическом корабле «Восток-2». За 25 часов 11 минут корабль сделал свыше 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В этот день в 1945 году в Добрушей Гомельской области родился Владимир Рыженков, белорусский общественный деятель, педагог, заслуженный тренер Беларуси, заслуженный работник физической культуры и спорта. В разные годы работал инструктором, заведующим сектором физической культуры и спорта ЦК КПБ, председателем Госкумспорта Беларуси, возглавлял Национальный Олимпийский комитет Беларуси. Друзья, здравствуйте еще раз всем, кто только что к нам присоединился. Брест Театральный. Сейчас в эти дни в Бресте проходит 24-й международный фестиваль «Белая Вежа». И нам очень приятно, что на протяжении всей этой недели мы имеем возможность общаться с нашими гостями. Буквально вчера с аншлагом прошел спектакль «Моя семья в моем чемодане». Авторы, гости, которые приехали к нам из Армении прямо сейчас в студию «Три Веспрессо». С большим удовольствием представляем наших гостей. Нарине Григориан, заслуженная актриса Армении, доцент Театрального института. И Марианна Мхитариан, директор Международного театра Театрального фестиваля «Армоно». Доброе утро. Доброе утро. Вы сегодня уже уезжаете. Так здорово, что нашли время зайти к нам. Огромное спасибо. Очень рада вас приветствовать. Спектакль прошел с аншлагом. Мне кажется, тут мурашки начинаются уже от названия до последнего. Расскажите нам, пожалуйста, какую постановку вы привезли в наш город на этой неделе и почему именно на нее был выбор сделан в ее пользу? Ну, это автобиографическая история, документальная, так как в Армении была же война в 900-е годы. В 90-е годы. В 90-е годы. В 90-е годы прошлого века, да? Да. Ну, хотя я вчера играла на русском, просто все равно переводила в уме. И потом, и вот это было наше детство. И оно, так как детство это все время, всегда счастливое, но оно счастливое такое военное детство. И помню, вот как, ну, папу забрали там в плен. Там было много чего. И был тогда момент, что должны были напасть на деревню. И из каждой семьи сказали, что только один может выйти и спастись. И каждая семья, она стояла перед выбором, чтобы выбрать хотя бы кого-то и отправить на вертолете. И наша семья выбрала меня, и с чемоданом они меня отправили, хотя так и не получилось полететь. И это была большая радость для меня и большое горе для семьи. Ну, вот такой парадокс такой. И он такой и трогательный, и веселый для меня. Это моноспектакль. Да. В чем особенность, сложность вот именно такой работы, такого творчества формата? Ну, потому что весь фокус на тебя, зритель, то есть видит каждое твое движение, каждый твой вздох. И нет никаких партнеров, за которым можно спрятаться, никаких особых декораций. И вообще вот это вот такой, я бы сказала, крупный кадр театра. Очень интересно. Партнер это зритель, и вот идею подала мне Марьяна, она, мы на Новый год были у них дома, и она меня натолкнула на этот спектакль. И спектакль с успехом проехал уже многие страны. Как вас встречают в разных странах? Влияет ли место на то, как проходит этот спектакль? Может быть, вы что-то вносите дополнительное или с каким-то другим чувством играете? Переформатируют ли зрители ваше поведение? Ну, в Армении я играю на армянском, да. А там, где русскоязычный зритель, то есть кто понимает русский, да, на русском. Но вот в Германии там с титром уже проходил спектакль. С титром, то с вами на армянском? Нет, на русском рассказывал, потому что там все-таки есть зритель, который понимает русский. Но все-таки еще титр шел на германском, и было все опять понятно. Как зритель? Да, Брестская публика. Вы знаете, Брест, он такой замечательный город. Это тепло, тепло воздуха, тепло людей, тепло улиц. Очаровательно. Эти чистые, чистейшие улицы, эти зеленые прекрасные сады, эти парки. Это атмосфера такого доброты и счастья, которая царит в вашем городе. И я желаю, чтобы эта атмосфера, она бы всегда-всегда была бы такой уютной, теплой, великолепной, солнечной, даже тогда, когда у вас будут идти дождики, о котором вы так хотели, чтобы грибы хорошо прожили. На самом деле, вот быть хозяином земли, своей страны, вот именно это начинается вот с той чистоты, с той, вот то, что, хотя мы вот приехали, сказали, что тысячелетие, там были конфетти вокруг и травка блестела вся. Да, но все равно воздух был такой чистый, так все было кругом чисто, и на самом деле это почти уже идет к европейскому городу. Что вы успели посмотреть в городе в рамках фестиваля? Удалось посетить какие-то мероприятия? Вы знаете, во-первых, это большое счастье, что в вашем городе проходит такой потрясающий фестиваль. И уже целых 24 года этот фестиваль есть. И Сан Саныч Козак, который с таким радушием и так тщательно отбирает все спектакли, и такая насыщенная программа, и город живет, прямо чувствуется, что город живет этим фестивалем, что билеты распроданы. Ощущается, что зрители встречаются в фойе театра и уже обсуждают, что они увидели, а что они хотят увидеть, потому что программа очень разнообразная. И вот эта атмосфера театрального праздника, которую создал театр, я думаю, во главе с художественным руководителем Сан Санычем Козаком, это просто восхитительно. Восхитительно, и будем надеяться, я уже в третий раз, вы знаете, я третий раз приезжаю на этот фестиваль. Пять лет назад я уже была, и, по-моему, еще семь лет назад я была как актриса тогда. И это, я думаю, что с каждым годом ваш фестиваль становится все ярче, интереснее, и публика, она уже ждет, я так полагаю, каждый год, каждый год она уже ждет, что вот наступит сентябрь, а когда наступает сентябрь, начинается фестиваль. И поэтому, я думаю, вот я желаю, я желаю вашему городу, я желаю театру, того вашим зрителям, чтобы они с каждым годом театральные впечатления становились бы ярче, интереснее. И брестский зритель мог бы знакомиться с тенденциями развития мирового театра, не отходя от собственного города. Спасибо большое, это очень приятно. Скажите, Нарине, какие тенденции развития армянского театра вы наблюдаете? Раз уж это тенденция, как это вообще все происходит? Все так, сейчас там очень много меняется в театрах, и в лучшую сторону, я думаю, сейчас очень многие молодые стали в руководстве в театрах, то есть очень много молодых режиссеров. Вот Нарине Григориан, она художественный руководитель театра. Ну я поэтому и спросил, потому что сам человек руководитель. Я думаю, что очень много молодых режиссеров, это очень хорошо, потому что вот даже вот, ай, я не смогу перевести в уме, лучше я не буду рассказывать. Вы говорили, да. Скажите, пожалуйста, но все-таки вот много изменений, много перемен. Как соблюсти золотую середину? Только ли идти в ногу со временем, или же все-таки классическую форму тоже обязательно нужно сохранять? Ваше мнение? Я думаю, что нужно было и то, и то, и то. И каждый зритель имеет право выбирать, что ему интереснее, что ему больше по душе. И, допустим, в понедельник пойти на какой-то классический концерт, во вторник пойти на балет, а в среду пойти на стендап, а в четверг посмотреть комедию. И вот так. Поэтому, я думаю, зритель имеет право выбирать, и зрителю нужно предлагать и то, и то, и то. Марьяна, вы являетесь руководителем, директором Международного театрального фестиваля «Армона». Что это за фестиваль? Расскажите более подробно. Это фестиваль моноспектаклей. Он уже проходит, в этом году уже был 17-й, так что мы недалеко от вас отошли. Вот. И поэтому у нас фестиваль как бы стал проходить практически круглогодично, потому что у нас есть международная часть фестиваля, она проходит весной, а потом плавно перетекает. Но у нас даже были в этом году спектакли, мы играли и в туннели. Мы выходим за рамки обычной театральной площадки, мы играем в музеях, в туннелях. Где еще мы только... Как это выглядит? Расскажите. Ой, это так интересно. И встречается зритель с этими вот ощущениями. Он не знает, что там в спектакле? Нет, знает, 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 знает. Это, допустим, на нашей детской железной дороге мы садимся на поезд, который нас привозит к туннелю, потом мы смотрим спектакль. Это ночь, это свечи, это шум реки, это звуки птичек. И вот такая атмосфера. Так что и плавно у нас переходит наш фестиваль в именно такие региональные, именно республиканский фестиваль. И у нас будут привозиться и в Ереван спектакли из разных наших регионов, а также наши спектакли, ереванские спектакли будут посещать разные регионы. Так что у нас тоже, вы знаете, такая очень насыщенная осень. 18 лет назад вы сделали ставку именно на моноспектакли. Почему вы к этому пришли? Мне кажется, это была бы вообще революция в этом плане. Нет, вы знаете, сейчас уже практически нету стран, где монофестивали и монодвижения, оно очень-очень расширено и очень, ну не модно, это не совсем то слово, очень актуально. Я думаю, это зависит еще от того, что моноспектакль – это особый жанр, когда актер и зритель. И вот это вот в нашем роботизированном мире, когда мы общаемся только так, по телефону и все, вот это особый контакт, личность актера, которая есть, и зритель. И вот этот вот душевный, духовный контакт, который переходит, это Вольтова дуга, она особенно ощущается в моноспектаклях. Я думаю, именно поэтому так актуальны сейчас стали моноспектакли по всему миру. Сохраняется ли возможность общения на постсоветском пространстве с различными театрами? Вот вы много ездите, много различных стран. Насколько сохраняется театральное сообщество? Удается? Оно удается. Угодение вас с опытом до сих пор. Да, и оно расширяется, оно расширяется. Но мы же здесь, мы же сейчас здесь. Мы же сейчас здесь. Да, конечно, это удается и расширяется, и как-то мир, этот глобус, он становится ближе, и мы все становимся, наверное, ближе друг к другу и становимся чаще, больше общаться друг с другом. Да, Ирина, есть какая-то мечта? Вот у каждого актера, ну, как мне кажется, я не знаю, конечно, наверняка, хочется сыграть какую-то роль, которая, вот роль жизни, можно так сказать. Есть что-то такое, к чему вы стремитесь, чтобы вы хотели реализовать в роли именно актрисы? Наверное... Кто-то Шекспира хочет, знаете, так поставить. Нет, Шекспира не хочется вообще. То есть в театре не столько, сколько, наверное, мне кажется, что в кино я еще не сделала самого главного, то есть не сыграла лучшую роль, можно сказать, которую бы захотелось бы иметь в кино. Потому что у меня сейчас очень много кинофильмов, но все равно все кажется, что еще не сыграла ту важную, главную роль. Скажи чуть подробнее, что это за фильмы и какой это жанр вообще, направление какое в кино? Ну, там... Трагическая, военная... Ну, да, у нас так как все-таки многострадальный народ, армяне, все-таки очень часто армянская женщина, она такая трагичная, да, обязательно. Ну, вот мне бы очень хотелось принести новый образ армянской женщины, такой самодостаточной, самоуверенной, такой современной, новой. Я бы хотела, чтобы вот этот образ, который очень долго сидит у нас в народе, чтобы он такой... Раскрылся. Да, переобразился. Да, вот, наверное, это. Скажите, пожалуйста, вы буквально пару дней в нашем городе находились, да, успели ли что-то посетить из спектаклей, да, кроме... Игрескую крепость, вы сказали. Да, я была, и это было очень трогательно, то есть вдруг увидела эту большую голову, и вообще эмоция на лице была очень-очень сильная, то есть впечатление такое. А вы впервые у нас, да? Я впервые, Марьяна уже видела, она сказала, что тогда они с трупой приезжали, и что настолько были они этим удивлены, и что вот даже каждое утро некоторые актеры утром опять ходили туда, смотрели, возвращались. И да, мы хотя вот спустили самолет, то есть из Минска приехали в Брест, но мы сразу туда поехали, пошли. А потом, ну вот, потом очень хотелось бы вот увидеть всю эту программу, на самом деле, не хочется уезжать. Я сейчас ставлю пышку Гиде Мопассана, а в программе есть, и так обидно, что вот я уеду, а тут прям будет пышка. И еще там этнобалет есть, все такое, все очень интересно. Я завидую вас, вам. Успели ли прикоснуться к национальной кухне белорусской? Что-то такое, драники со сметаной, борщ? Нет, нет, я думаю, мы это оставим на следующий раз обязательно, чтобы приехать в следующий раз. И действительно, это очень интересно. И даже уже ходить по вашему очаровательному, уютнейшему городу, это огромное наслаждение. Видеть радушные, теплые лица людей и погружаться в атмосферу вашего города, это большое счастье. Вы знаете, и люди, которые приезжают к нам в наш город, это тоже очень серьезное, такое сердечное, душевное тепло, которое вы оставляете. Ведь когда принимаешь гостей, и ты понимаешь, что гость рад, и он приедет сюда еще раз, ты сам становишься добрее. И вокруг тебя мир становится добрее. Поэтому все взаимосвязано. И то, что вы, благодаря гостям, этот фестиваль состоялся, можно так сказать, за эти годы. Мне кажется, еще больше, чем даже за счет зрителей. Поэтому низкий поклон вам за то, что вы имеете такую возможность приезжать, и мы имеем возможность общаться с вами. Это здорово замечательно, особенно с разными культурами. Поэтому будем делать Брест все краше, для того, чтобы гости были довольны. Безусловно, тем более, что в следующем году в Веже уже будет 25-й, юбилейный. И мы, конечно же, надеемся, что вы тоже обязательно приедете. Какие ближайшие планы творческие? Ну, я вот, вы сказали, что собираетесь за границу, да, с этим спектаклем. В октябре в Австрию, Германию, Францию. Это такой тур, да, по европейским странам. Как будет развиваться театральный фестиваль «Армона»? Какие-то, может быть, поделитесь секретами. Есть какие-то новые? Да, конечно, у нас есть и монооперы, и монобалеты, и все, что угодно. Но вот пока что вот такие вот именно региональные будут спектакли, дебюты. Так что жизнь бурлит, продолжается. И с надеждой, что в следующем году, когда мы с вами встретимся, а мы обязательно встретимся, вот, то мы поделимся новой-новой информацией. Сегодня надо договориться, чтобы встретиться тем же составом. Да, да, да. Это, по-моему, прекрасная идея. Ну, в театре. В следующий раз в театре. В театре. Спасибо вам огромное за то, что вы, несмотря на то, что сегодня уезжаете, уделили нам время, за то, что привезли такой кусочек своей страны, своей души, и поделились с нашими зрителями, потому что для Бреста действительно театральный фестиваль – это очень большое и важное большое событие, поэтому мы вам очень благодарны. Пусть эти вот спектакли приносят мир на планету, чтобы все общались, дружили. И вот как-то... Да, это очень важно. Хочется от сердца вам передать чуть-чуть Беларуси, Бреста, Брестской области, и чуть-чуть нашей программы, чтобы у вас осталось. Спасибо большое. Спасибо большое. Нарина Григориан, заслуженная актриса Армении, доцент Театрального института, и Марианна Мхитарян, директор Международного театрального фестиваля «Армона», были сегодня у нас в студии. Мы говорили о фестивале «Белая вежа». Друзья, мы продолжаем освещать этот фестиваль на телеканале «Беларусь, 4 Брест». В новостях выходят абсолютно все спектакли, которые проходят в рамках фестиваля. Можете наблюдать и в прямом эфире, и потом заходить нам на сайт и обновлять в памяти. В программе «Утренний эспрессо» каждое утро мы с удовольствием принимаем гостей, участников фестиваля. Сейчас же мы продолжаем наш эфир и обращаемся к нашим юным соведущим. Человечки продолжат эфир с очень интересной, серьезной, важной темой. Будут рассуждать, хотели бы они попасть в сказку, и что из этого бы получилось. Послушаем, смотрим. Я бы хотела попасть в сказку «Красную шапочку». Я бы хотела стать там, ну, «Красной шапочкой». Я бы не хотела не бывать ни в какую сказку, потому что в сказке тяжело жить. Ты можешь по своей жизни простоять на одном месте, на страничке. Тем более тебя будут захлопать в книжке. Это вообще неудобно. Я мечтала попасть в сказку «Золушке». Я там мечтала быть «Золушкой». Там интересно все. В каждой сказке есть в середине что-нибудь, какое-нибудь грустное. Я хотела побывать в сказке «Алиса страны чудес», потому что она путешествовала во всем мире и встретила там сказочников. Она встретила там зайчика какого-то, а еще какого-то человечка. Больше не помню. Она подходит к моему имени, потому что ее зовут так, как и меня. «Алиса страны чудес». А меня тоже так называют. Я хочу попасть в сказку «Гуси-небеди». Потому что там такие есть, кто играет там. Я хочу быть той девочкой из сказки «Гуси-небеди». Овны, не упустите момент. На личном фронте шансы на победу велики как никогда. Тельцы, будьте готовы к неожиданным встречам и открыты интересным планом на вечер. Близнецы, держите телефон поблизости. Отбой от предложений весело провести время сегодня не будет. Раки, чем настойчивее вы будете себя вести, тем ниже ваши шансы на успех. Плывите по течению. Львы, если дела, то только в первой половине дня. Вторую оставьте для отдыха и развлечений. Девы, сегодня вы быстры и решительны. Попробуйте наверстать упущенное. Весы, не засиживайтесь дома. Вас заждалась очередная порция приключений. Скорпионы, проявляйте инициативу. Сегодня все самое интересное случается благодаря вашей подаче. Стрельцы, не усложняйте. Звезды советуют сделать ставку на искренность и честность. Козероги, наберитесь смелости и откройте дверь переменам. Они уже на пороге. Водолей, время коллекционировать комплименты. Ваши обаяния на максимуме. Рыбы, не раздумывайте долго. Сегодня любое ваше действие обречено на успех. Еще есть немножко времени для того, чтобы определить победителя. Есть у вас возможность, чтобы еще успеть прислать фотографии. Прямо сейчас продолжаем делиться фотографиями и обсуждаем осенний завтрак. Осенний завтрак, такая тема дня. 821-55-55, телефон в Айбере. Сейчас прямо начнем показывать те фото, которые успели прилететь к нам еще во время разговора с нашими гостями. Мы остаемся до сих пор под впечатлением. Друзья, спасибо за вашу активность. Действительно очень вкусно, очень красиво, очень красочно. Меня еще удивило, как много фотографий из архива. Вот это полезно, да. Из архива явно люди присылают, потому что есть такие у нас участники, которые десятками шлют фото, наверное, очень любят фотографировать еду. Да, либо много едят, что тоже не может не радовать. Хотя все, конечно, хорошо, меру. Вот малышка радует себя завтраком замечательным, сидя в коляске, тоже очень удобно. Рыба прекрасно, шли помидоры все, тоже зелени много, это тоже хорошо. Вот еще мы говорили, что осенний завтрак, он имеет особый цвет. Яркие краски, как хотели, смотри. Красный, желтый, зеленый, малина. Друзья, мы не зря затронули эту тему, потому что завтрак – это главное. И даже для кота, как только что мы видели. Да, конечно. Победитель нашего сегодняшнего розыгрыша получит брендированную флешку от телеканала «Беларусь-4 Брест». Присоединяйтесь к нам, участвуйте в нашей программе, не будьте только зрителем, создавайте ее вместе с нами. Делитесь полезными новостями, фактами, интересной информацией, что происходит именно в вашем населенном пункте. Расскажите всей области. Мы с удовольствием зачитаем эту информацию и поделимся, собственно, со всей Брещиной. Искольцминутка продолжит эфир программы «Теннис Пресса». Оставайтесь с нами и присоединяйтесь. Доброе утро, дорогие телезрители. Меня зовут Татьяна, я тренер по пилатесам. Предлагаю выполнить комплекс упражнений для укрепления спины и мобильности позвоночника. Для этого вам нужно опуститься на коврик, либо на пол и уложиться на живот. Вытягиваем руки вперед, ножки вниз, поднимаемся, вытягиваемся в лодочку и одновременно растягиваем руки, ноги в стороны. Вдох, с выдохом возвращаемся. Еще семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Последний. Опустились, расслабились. Ладошки положите под лоб и расслабьтесь. Подышите немного, расслабьте шею и плечи. Стараемся делать вдох через нос, выдох через рот. Еще разок. Вытягиваемся вперед. Опускаемся лбом на коврик. Приподнимаем правую руку, левую ногу и пружинкой поднимаемся наверх. Вдох, выдох. Еще семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Последний. Последний. Опустились. Расслабились на секунду. Лоб. Расслабляем шею и плечи. Поднимаемся. Приподнимаем левую руку, правую ногу и допружиниваем наверх. Вдох, выдох. Еще семь. Шесть. Пять. Четыре. Четыре. Три. Два. Последний. Расслабились. Также опускаем лоб и расцепляем шею. И последнее. Приподнимаемся, вытягиваемся в лодочку и допружиниваем двумя руками, двумя ногами. Одна пружинка. Вдох. Вторая. Выдох. Еще семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Последний. Положите руки под лоб, расслабьте шею, плечи. Поставьте ножки на полупальцы и вытягивая ягодицы наверх, растягиваем поясницу. Вдох. И с выдохом опускаемся. Повторите пять раз для того, чтобы снять напряжение из поясницы. Вдох. Выдох. Максимально вытягивая ягодички наверх. Вдох. Выдох. И последний. Вдох. Выдох. Положите ладошки на уровне груди, опустите ножки. И вытянитесь наверх, потянитесь. Поверните голову вправо, влево. Еще разок вправо, влево. Последний. Вправо, влево. Округлите спинку и вернитесь в исходное положение. Повторите такой комплекс упражнений. Каждое упражнение от пяти до десяти раз. Оно поможет укрепить вам мышцы спины и добавить мобильности вашему позвоночнику. А я желаю вам хорошего дня и всего доброго. Что ж, друзья, уже совсем скоро подведем итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Фотографий больше не принимаем. Их такое количество, что мы просто уже потерялись. Спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю активность. Напоминаем то, что победитель сегодня получит брендированную флешку от телеканала «Беларусь-4 Бреста». Ну а пока идет обзор прессы и оцифровка, мы будем определяться с нашими коллегами, кто сегодня победил. Прямо сейчас хочется посмотреть последнюю порцию фотографий, которую вы нам прислали на наш стадион «Ивайбер» 821-5555. Эти творожники точно удивят. Да, вот очень хочется мне посмотреть. Смотрите, следующая фотография будет, которая нас поразила, потому что мы благодарны, что вы здесь и сейчас участвуете. Вот эти творожники в виде моркови. А малинки перед этим было, кстати, очень здорово. Везде наши малые и маленькие зрители, малыши, которые заставляют нас улыбаться уже сами по себе. Вот такие варианты завтрака. Завтрак должен быть питательным, пишет наша телезрительница. Ну, не сложно с вами спорить. Конечно, питательным, полезным, обязательно красивым, для того, чтобы настроение поднималось. Ну что ж, мы будем думать, а вы наслаждайтесь обзором прессы и оцифровкой. Скоро объявим победителя. У Барановичах объявлены конкурсы эскизных проектов памятного знака во ушиновании падзей первой Сусветной войны на территории города. Плануется, что твор пероможца будет усталеванный перед будинком вокзала Чигуночной станции Барановичи-Полеския. Кто выступил организатором конкурсу и каким потребованиям повинны отповядать будучи знак, доведайтесь сегодня с газеты «Наш край». Земля батьков – земля святая. Под таким названием в Пинском районе проходил республиканский смотр-конкурс художественной самодеятельности среди государственных организаций Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Блестяще на нем выступил коллектив санатория Ясельда. Подробности в свежем номере районки. Ульяна Рябковец из Кобрина – волонтер известного проекта «Жди меня». Как проходят поиски потерявшихся судеб, кого удалось найти, девушка рассказывает в интервью в ближайшем номере газеты «Кобранский вестник». На Лунинеччине подведены итоги республиканской акции «Собери ребенка в школу». В ее рамках представители районных организаций посетили детский социально-педагогический центр, а также оказали помощь многодетным и неполным семьям, детям, находящимся в социально опасном положении. О посещении сотрудниками редакции «Лунинецкие новины» и активистами организации «Белорусский союз женщин» Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации читайте в свежем номере районки. О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Самая крупная популяция вертлявой камышовки в мире. Это мелкая перелетная певчая птица отряда воробьинообразных. Обитают только на открытых низинных болотах. Гнездится в Беларуси, Венгрии, Германии, Литве, Польше, России и Украине. Центром современного ареала является полеская низменность. Стабильные группировки отмечены на болотах «Звонец», «Скоровская», «Дикая сервич». Сегодня в мире насчитывается от 13 до 21 тысячи особей вертлявой камышовки. При этом в Беларуси обитает половина мировой популяции – от 6 до 12 тысяч птиц. Самая дорогая собака в мире – это тибетский мастиф по кличке «Хонгдонг» в переводе «Большой всплеск». 11-месячного щенка Саупсуну купил китайский мультимиллионер. Он отдал за «Хонгдонга» 10 миллионов юаней или полтора миллиона долларов. Рост золотого щенка около метра. Вес больше 80 килограммов. Первый лауреат Нобелевской премии по физике в мире. Им стал немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген. Престижную премию ученому вручили, цитата, «Знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь». Церемония прошла в Стокгольме 10 декабря 1901 года. Немножко еще потомим в ожидании участников нашего сегодняшнего розыгрыша. На самом деле, приоткроем секрет, мы максимально сохраняем объективность, поэтому немножко просим времени еще определиться. Друзья, на самом деле, сегодня хочется напомнить то, что у нас на календаре 11 сентября, среда, середина рабочей недели, а это значит, что это самые продуктивные дни, и вы обязательно работайте с улыбкой, сделайте все, что запланировано для того, чтобы грядущие выходные действительно прошли спокойно и уравновешенно. Мы же продолжаем с вами делиться позитивными эмоциями, настроением каждое утро буднего дня. Да, друзья, прямо сейчас еще один рецептик от нашего повара, кто пропустил в начале программы или позже к нам присоединился, сможет об этом узнать. Ну а кто не успел что-то записать, есть сейчас второй шанс. Смотрим. Доброе утро! Сегодня я хочу вам показать, как можно приготовить оригинальный сметанный десерт с печеньем Савоярди. Для приготовления десерта с печеньем Савоярди в креманке нам понадобится кофе-американа, печенье Савоярди, коньяк, сметана, чернослив, сахарная пудра, ванильный сахар, грецкий орех, буквально несколько листиков свежей мяты. Отличной основой для вкусного десерта может стать готовое печенье Савоярди, но для начала готовим крем. Сметана, сахарная пудра, ванильный сахар, грецкий орех, чернослив. Это необходимые продукты для крема. Выкладываем в миску сметану, желательно пожирнее. Добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Аккуратно смешиваем до полного растворения в сметане всех сладких ингредиентов. Чернослив лучше всего взять без косточек. Хорошенько промойте и нарежьте его. Вместе с грецкими орехами чернослив добавляем в крем. Этот легкий и быстрый в приготовлении десерт станет вашей палочкой-выручалочкой, в том случае, если к вам неожиданно пришли гости. Теперь приготовим пропитку для печенья. Это совсем просто. Добавляем кофе-американа, коньяк и смешиваем. После этого берем наши креманки или просто красивые стаканчики и начинаем выкладывать десерт следующими слоями. Слой печенья, слой крема и снова слой печенья. Затем вновь крем. Отличительной особенностью этого печенья является то, что оно довольно редко выступает в качестве самостоятельного отдельного десертного блюда. Обмакивать и укладывать в креманку нужно быстро. В противном случае печенье может просто развалиться в руках. Вообще это печенье просто замечательное. Ни одна сладость не получила столь пикантного и интригующего второго названия. Дамские пальчики. Весь секрет в том, что печенье с авоярди полое внутри. Оно прекрасно впитывает в себя крема и любые иные пропитки. По этой причине такой десерт точно будет нежным и пропитанным. А перед подачей на стол десерт можно украсить свежей мятой. И отправить теперь всю эту красоту в холодильник. Вот такой вот десерт у нас получился. Для него вы можете использовать любое другое печенье. Но хочу вам посоветовать печенье с авоярди, потому что оно намного пышнее и вкуснее. С вами был су-шеф ресторана «Эрмитаж» Горбунов Алексей. Приятного аппетита! С отличным настроением возвращаемся в студию прямого эфира, потому что вот здесь и сейчас будем подводить итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Тема дня была у нас «Осенний завтрак». Просили мы вас удивить и нас, и всю Брестскую область, наших телезрителей каким-то интересным вариантом. И действительно именно по этому принципу отбирали победителя. А что получит победитель? Получит победитель брендированную флешку, которая пригодится в любом случае. Это в хозяйстве всегда пригодится. Брендированную флешку нашим логотипом. Вот это очень полезный подарок. Но удивили вы на самом деле своими красками. Яркие краски и полезные питательные вещества, которые были сохранены во многих завтраках. Очень полезным завтраком с овсяной кашей. Помним, мы яркие цвета, которые присылали. Малина, овощи. Да, и малинка, которая была собрана сразу со своего видного приусадебного участка. Все это здорово, замечательно. Всем огромное спасибо за то, что вы были сегодня такими активными. Но побеждает у нас один человек. Побеждает наша постоянная телезрительница. Зовут ее Наталья. Номер телефона заканчивается на цифры 1559. Внимание. С вот таким замечательным блюдом, которое называется морковные творожники. Спасибо вам большое. Просто со вкусом и полезно. Просто со вкусом оригинально. А еще какая замечательная отсылка к осени. Урожайной. Да. Также хочется сказать всем еще раз спасибо. Огромное количество действительно интересных фотографий. Просто добрым словом и словами благодарности мы хотим отметить овсяную кашу, которую так полезно употреблять тоже на завтрак. Друзья, участвуйте в розыгрышах программы «Утренний эспрессо». Обсуждайте вместе с нами те события, которые происходят в области утром каждого буднего дня. На протяжении двух с половиной часов. Телефон в Вайбере 821-55-55. Пишите нам. Мы с удовольствием будем делиться этой информацией со всей Брестской областью. На протяжении всего прямого эфира он активен. В течение дня, если что-то туда будет интересно прилетать, мы обязательно воспользуемся этим в следующем эфире и расскажем, если в вашем городе произошло что-то особенное. Прогноз погоды продолжит программу «Утренний эспрессо» и хорошая музыка. Еще вернемся к вам. «Утренний эспрессо» и хорошая музыка. И все-таки лучшая зрителю программа «Утренний эспрессо», мне кажется, Катя. Это 100%. Спасибо, друзья, что были вместе с нами. Виталий Иванов, Екатерина Чапарук. Это «Утро» встречали вместе. Всем всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова